Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Задолго до того, как появилась Ваша нужда, гениальность Божья уже составила план. Мудрость Божья настолько опережает все, что даже потенциально могло бы пойти не так в Вашей жизни. Бог уже над этим поработал и уже спланировал Ваше чудо. И уже обеспечил его. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, вторую главу Иисуса Навина. С восьмого стиха. Бог сказал Своему народу, «У Меня есть для вас земля, текущая молоком и медом». Когда Бог прошел по этой земле для них? До начала времен. Не важно, кто на ней живет. Божьи следы уже отметили ее для Его народа. Право первой руки. Не важно, кто на ней сейчас. Важно, кто был там первым. Бог был там первым. Земля сотворена им. Он был первым. И Он может давать землю кому хочет. И Он может ее давать так, как вам и не снилось. Итак, Бог сказал Своему народу, «У Меня есть для вас земля». И Моисей отправил двенадцать саглядатаев. Десять из них, вернувшись, сказали, нам ее не заполучить. Там великаны. И в глазах этих великанов мы, как саранча. Да и в своих глазах тоже. У нас ничего не выйдет. Ахалев и Иисус Навин сказали, «Пойдем прямо сейчас и завладеем ею». Почему? Потому что они осознавали, что уже было совершено. Впервые, включая новый компьютер, вы не говорите, «Надеюсь, он работает». Нет, вы знаете, что в Него все встроено. Точно так же с вашей жизнью искупления. Все уже встроено в Нее. Что вы имеете в виду, говоря «ничего не выйдет»? Все уже встроено. Победа, владение землей уже встроены. План Божий, помните, мы читали в Ефесянам 2, «уже приготовлен и дожидается вас». И мы видим, что первое поколение Божьего народа так и не получило землю по одной причине. Они не пошли. Они не поверили, что она им принадлежит. Они не пошли. Но Иисус Навин использовал возможность натренировать мышление следующего поколения. И они начали завладевать землей. Итак, Иисус Навин отправил двух саглядатаев в Ерихон, и Раав, блудница, приняла их у себя. Хотя не должна была, она рисковала жизнью, принимая вражеских саглядатаев. К ней домой пришли в поисках этих саглядатаев, а она спрятала их на кровле своего дома. И в 8 стихе сказано, «Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им». Послушайте, что она сказала. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». У нее было больше веры, чем у десяти лидеров, которые сказали, «У нас ничего не выйдет». Ее соотечественники были не из Божьего народа. Они незаконно находились на этой земле. И она сказала, «Я знаю, что Господь отдал вам землю». Откуда она это знала? Ее встроенная система работала лучше, чем у них. У нее было больше веры, чем у них. Смотрите. «Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря». Когда они это услышали, «Ну все, нам конец». Невозможно сражаться с врагом, на стороне которого такая помощь. Так они думали. У этого народа Бог, который разделяет воды моря, и они идут посоху. Все, земля их. «Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом». Когда мы услышали об этом, о чем? О разделении моря. Ослабело сердце наше, то есть нам конец. Мы не в состоянии бороться. Никто не станет вам противостоять. Что это? Это Бог действовал на обратной стороне, уже надламывая врагов, уже разоружая их. И враги это знали. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало Духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Если бы она была одним из двенадцати соглядатаев, возможно, все вышло бы лучше. Она осознавала, на вашей стороне действует что-то, чего нет на нашей стороне. Вам нужно знать, есть Тот, кто действует на моей стороне, кто не на стороне врага и не на стороне противостояния. Каждому из вас доступна та же помощь, то же искупление, та же победа. По сути, она сказала, «Наше сердце давно ослабело. Где вы были сорок лет? Где вы были? Мы ждали и сидели в ужасе, ожидая, что вы придете». Они же вместо этого дали врагам сорок лет на укрепление позиций. Вот что они сделали. Чем дольше мы откладываем продвижение вперед в то, что Бог сказал нам делать, тем больше враг укрепляет свои стратегии против нас, тем дольше он говорит нашему уму. Чем медленнее вы продвигаетесь, чем дольше вы колеблетесь, тем больше битв будет у вас в разуме, потому что вы даете врагу время изменить расклад не в вашу пользу. Осознав, что Бог сказал, «У меня есть дом для тебя», скажите, «Я возьму свой дом». Если есть внутреннее свидетельство, ведь у вас, как у пользователя, есть помощник и учитель. Так? Узнав что-то в сердце и имея мир, сразу начните двигаться, иначе враг будет строить козни против исполнения этого в вашей жизни. Аминь. Я должна рассказать вот что. Помню, слушала одного проповедника, он делился о том, как много лет назад он волновался об огромных финансовых препятствиях, с которыми столкнулся в служении, и Бог проговорил ему, «Если бы ты знал то, что знаю я, ты бы радовался». Что это значит? Если бы вы знали, что заложено в вашу жизнь, если бы вы знали обратную сторону своего чуда, что все уже готово, все уже устроено, Бог уже прошел этим путем для вас, Он уже разровнял дорогу. Если бы вы знали, что все уже устроено, вы бы радовались вместо того, чтобы беспокоиться, колебаться, вместо того, чтобы выражать сомнения и неверие за ужином, говоря, «Я так устал от этого». Если вы от чего-то устали, вы не знаете, что у вас есть. Вы говорите о лицевой стороне экрана, о том, что вы видите, что вы чувствуете, что вы осязаете, в то время как есть невидимая обратная сторона, которая руководит всем, если вы только воспользуетесь ею. Слава Господу! Я говорю, «Слава Господу!» Я слушала одно свидетельство о Джорджа Мюллере. У Джорджа Мюллера был сиротский приют в Англии, в городе Бристоли, в 19 веке. Он прожил 92 года, в то время, когда средняя продолжительность жизни была 40 лет. Он переехал в Бристоль, когда ему было под 30. И Бог положил ему на сердце основать сиротский приют в Бристоле. В то время были так называемые работные дома. И людей, которые сами не могли себя содержать, помещали в эти работные дома. И там им приходилось очень плохо. Там же находились и люди с психическими расстройствами. И дети тоже попадали туда. В то время, когда Джордж Мюллер приехал в Бристоль, была эпидемия холеры и разных других заболеваний. И по приблизительным оценкам, 250 тысяч сирот жило на улицах в Бристоле. Бог начал побуждать Джорджа Мюллера устроить место для этих детей. И в его дневнике можно прочитать обо всем этом процессе, о том, как он просто верил Богу и Бог все обеспечивал. На самом деле, его дневник – это записи его молитв, того, о чем он верил Богу и провозглашал перед Богом. В конечном итоге, Бог дал ему землю, на которой он построил несколько домов. И речь не идет о маленьких домах, а о крупных зданиях, превосходных зданиях. По-моему, их было восемь. Одновременно там могло проживать до двух тысяч сирот. И он рассказывал о том, как он уповал на Бога. Он не брал деньги взаймы. Брать деньги взаймы тогда было очень рискованно. Не выплатив долг, человек попадал в тюрьму. Так что не в его правилах было занимать деньги. И когда Бог побуждал его строить очередной дом, он верил о том, чтобы пришли все деньги. И как только приходили деньги, они начинали строить без промедления. И строили до конца, потому что у него уже были все деньги. Так вот, Бог сказал ему построить еще один дом, и он верил Богу о двадцати тысячах фунтов. Если попробовать перевести двадцать тысяч фунтов в доллары, в то время один фунт составлял почти четыре с половиной американских доллара. Ему нужно было двадцать тысяч фунтов. Помножьте это на четыре с половиной, и вы поймете, сколько это было в долларах. И, конечно, это был девятнадцатый век. Так что была огромная разница с сегодняшней стоимостью денег. Итак, он верил Богу о деньгах. И приходила та или иная сумма, и он говорил, «Бог, я так благодарен за это, но это не двадцать тысяч фунтов». И каждый раз, когда деньги приходили, он благодарил Бога, говоря, «Я благодарю тебя за двадцать тысяч фунтов». И он рассказывал, что, наконец, кто-то дал тысячу фунтов, и это было самое крупное пожертвование, полученное его служением до того момента. И он сказал, «Отец, спасибо тебе за это, но это не двадцать тысяч фунтов». Он провозглашал это каждый день. Однажды к нему подошел молодой человек и сказал, «Господин Мюллер, я хотел бы, чтобы вы помолились со мной кое о чем». Он спросил, «О чем?» Тот ответил, «Я верю, что я призван быть миссионером в Индии. Мои родители не согласны. Но я все равно поеду». И брат Мюллер сказал, «Нет, Библия говорит, «Почитай отца твоего и мать твою. Давайте помолимся, чтобы Бог изменил их сердце». И юноша сказал, «Господин Мюллер, вы не знаете моих родителей. Они из высшего общества». А тогда общество очень сильно было разделено на классы. Юноша сказал, «Они очень богаты. Они из знати. У них высокое положение. Вы не понимаете, с кем имеете дело, говоря о моих родителях». Мюллер ответил, «Молодой человек, я не знаю ваших родителей, но вы не понимаете моего Бога». И он сказал, «Мы помолимся, чтобы Бог посетил их и изменил их сердце». Несколько недель спустя юноша вернулся и сказал, «Господин Мюллер, спасибо вам за молитву. Мои родители согласились. Я отправляюсь в Индию. Я пришел поблагодарить вас, и у меня есть еще одна молитвенная просьба». О чем? «Моя сестра верит, что ей тоже нужно поехать, но они ей отказали. Поэтому я прошу вас помолиться, чтобы мои родители разрешили ей поехать». И они помолились вместе, чтобы Бог коснулся сердца родителей, и они позволили дочери поехать вместе с братом в Индию. Вы представляете, что это значило в то время? Вы из высокого сословия, у вас видное положение в обществе, деньги, родителей. А вы своих наследников отправляете за границу в далекую страну. И тогда не было самолетов. Так что это было серьезным решением для родителей. Но брат Мюллер и этот юноша помолились. И еще через пару недель пришло письмо от сестры, которым она писала. «Господин Мюллер, мой брат рассказал мне, что вы молились за то, чтобы мои родители согласились, чтобы я поехала в Индию. Они согласились, и я хочу поблагодарить вас за молитву. Мы с братом так рады плану Божьему для нашей жизни». Вместе с письмом пришла коробка. И сестра написала, «Я приложила игрушки моего тщеславия, так как они не понадобятся мне в Индии». И Мюллер подумал, «Игрушки, у меня две с половиной тысячи детей, нельзя дать кому-то одному игрушку, не дав другим». И размышляя о том, что с этим делать, он открыл коробку и, заглянув в нее, начал плакать. Содержимое коробки было похоже на сокровище английской королевы. Там были бриллианты, рубины, сапфиры, серьги, ожерелья, диадемы, браслеты, целое сокровище из украшений. Он попросил кого-то сбегать за ювелиром, потому что люди часто жертвовали им какие-то драгоценности, и они превращали их в деньги для приюта. Ювелир, придя, сказал, что это драгоценности редчайшего качества и размера. Джордж Мюллер нуждался в 20 тысячах фунтов, а ювелир оценил драгоценности в 750 тысяч фунтов, то есть 3,3 миллиона долларов в 1850 на сегодняшние деньги это 102 миллиона долларов. Одно пожертвование от девушки, даже не от ее семейства, а просто от девушки, за которую он помолился. Бог знает, как приготовить ваш ответ. И Джордж Мюллер говорил, у нас есть поговорка, Божье время правильное время. Божье время правильное время. Он рассказывал, я так отчаянно нуждался в 20 тысячах фунтов, и в тот день, когда я открыл эту коробку с драгоценностями, это было Божье время. Я научился никогда не беспокоиться ни о каком другом времени, потому что Божье время, правильное время. И он сказал, я как подумаю, что Бог видел это время, видел этот день, когда я получу драгоценности. Он поместил эти драгоценные камни в землю во время творения ради этого дня в моей жизни. Люди добывали их ради этого дня в моей жизни. ювелир огранял их ради этого дня в моей жизни. И когда девушка выбирала их, она выбирала их ради этого дня. Этот человек понимал, что есть обратная сторона нашей жизни. Бог уже при сотворении мира заложил все, что вам понадобится на земле. учитывая ваши нужды и ваши пути, ваше обеспечение, учитывая всю помощь, которая вам понадобится. Потому что Божье время правильное время. И никогда не время беспокоиться, никогда не время колебаться. Божье время правильное время. И если у нас будет такое мышление, моя жизнь уже обеспечена. мы будем молиться по-другому. Мы будем мыслить по-другому. У нас будут другие разговоры, другие поступки. Когда Бог скажет вам что-то пожертвовать, вы не отреагируете. Ваше сердце не замрет. Потому что вы знаете, есть целая гениальная сеть микросхем моей жизни, рожденная замыслом Божьим. Она содержит все обеспечение, всю помощь, все, в чем я нуждаюсь, уже приготовлено. Это значит, сегодня мы выкидываем любые волнения, мы выкидываем всякий страх, потому что мы не просто осознаем, но и признаем, прежде чем я дошел до этого дня, Бог уже полностью обеспечил этот день. Еще прежде, чем я начал бизнес, которым Он сказал мне заняться, этот бизнес уже был полностью обеспечен. И мы принимаем каждое решение, учитывая не лицевую сторону, а обратную сторону, потому что лицевая сторона это все, что вы видите, чувствуете и осязаете, это экран, который у вас перед глазами, точно так же, как экран компьютера, но это ведь не все, есть целый мозг, гений, заложенный в этот компьютер, точно так же, есть божественный гений, который уже создал каждое соединение, которое вам понадобится в жизни, и он уже прошел вашим путем, и дожидается проявления вашей веры. что не дает правильно работать жесткому диску вашего компьютера? Ошибки пользователя. Когда вы делаете с этим компьютером что-то не то, когда вы не используете его по полной, аминь? Бог встроил все необходимое в обратную сторону нашей жизни. Часть обратной стороны жизни, которую Бог уже полностью обеспечил, это сила. В ней содержится вся сила. И часть этой силы ангелы. Они являются выражением его силы. Они служители, посылаемые на служение наследникам спасения, то есть нам. они часть этой обратной стороны, которую Бог уже встроил все, в чем вы будете нуждаться. Великая вера приходит, когда вы видите обратную сторону, а не лицевую сторону. Жизнь веры это когда вы сосредоточены на обратной стороне и говорите об обратной стороне, а не о лицевой стороне. Люди лицевой стороны никогда не получат ничего, кроме лицевой стороны. Но когда вы сосредоточены на обратной стороне, говорите о ней, верою пользуйтесь ей, у вас будет все, что в ней заложено для вас. Что это? Невидимый мир, духовный мир. Была такая драгоценная молитвенница, Рэйчел Тифа-Тилер. Ее сын открыл церковь, и он сказал ей, мама, мне нужно, чтобы ты приехала и помогла мне с церковью. В его местности никогда прежде не было такой церкви, и требовалось очень много подготовительной работы. Она согласилась, и ее муж согласился. Они жили в нескольких штатах от сына. Сын приехал, помог им собрать вещи, и они поехали помогать ему. Ехать нужно было несколько дней. Родители уже были пожилыми и не хотели ехать без остановки. И где-то в 9-10 вечера в первый день поездки они стали искать мотель. Тогда не было такого изобилия гостиниц, как сейчас. Тем более они ехали через маленькие городки. И помните, у мотелей были такие красные неоновые вывески у входа. Мест нет. То есть нет смысла заезжать. Итак, они ехали через маленькие городки, в которых было только пару мотелей. И в это время года мотели были забиты. Не знаю, был ли это период отпусков или что-то еще. И они проезжали мотели один за другим и на всех светилось мест нет, мест нет. В каждом городке, через который они ехали, мест нет. И где-то к 11 вечера сын сказал, мама, похоже, нам придется ночевать в машине. Она ответила, Бог не призвал меня ехать, помогать тебе и ночевать в машине. О чем она говорила? Она знала, что есть обеспечение для этой поездки. Она знала об обратной стороне. Все, что они видели на лицевой стороне, это мест нет. Но когда лицевая сторона не такая, как вам надо, посмотрите на обратную сторону, потому что обратная сторона определяет, что происходит на лицевой стороне, если нет ошибки пользователя. И она сказала, в следующем городке, в который мы заедем, мы получим номер. И добавила, ангелы, кто-то занимает наш номер, освободите его. Говоря об ангелах, она говорила об обратной стороне. Она говорила о гении Божьем, о мудрости Божьей, о том, что есть полное обеспечение, и ангелы помогут принести это обеспечение в сегодняшний день. Итак, она просто сказала, ангелы, кто-то занимает наш номер, освободите его. Они въезжают в следующий городок, и на вывеске у мотеля светится «Мест нет». Она говорит, остановись, мы приехали. Сын отвечает, мама, мест нет. Она говорит, мне все равно, иди и получи наш номер. Она была сосредоточена на обратной стороне, а он на лицевой стороне экрана. Мама, но ведь мест нет, просто пойди и возьми ключ. Уже заполночь он заходит и говорит администратору, я знаю, что горит вывеска «Мест нет», но может у вас случайно есть место? Ну, полчаса назад зашел дальнобойщик и сказал, мне очень далеко ехать, нет времени спать, и вернул ключ. Уборка не входит в мои обязанности, но я это сделал. Я сменил белье, помыл уборную, положил все принадлежности, все свежее, все готово, и это наш самый большой номер, в нем несколько кроватей. Сын выходит, и мама говорит, ну что, получил номер? Она понимала, что нужно задействовать обратную сторону. Задействуйте ее, не просто полагайтесь на то, что вам показывает лицевая сторона жизни. Задействуйте обратную сторону. Понимая, что есть обратная сторона, вы будете использовать все, что она вам предлагает. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну.